Журнал «Светлана Герасимова» 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 ну акции за ленд-лиз и вот расскажите пожалуйста как это происходит вот ваши акции возле белого дома препятствует ли кто-то этим акциям и если значимый эффект от этой вашей деятельности да спасибо но я хотел бы сначала отметить что это командная работа это работа многих людей и не меня и это наверное самое главное потому что одному человеку это было бы не под силу каждый из нас понимает что мы ведем очень ответственную важную работу и очень важная работа это по борьбе с дезинформацией просвещать людей о текущей ситуации как в сша так и украине сейчас у нас главная задача это применение закона о ленд-лизе сети мы практически распространяем верную правдивую информацию опровергаем мифы мифы очень вредят украине получить необходимую помощь наши акции возле белого дома это один из способов привлечения внимания к этому вопросу мы собираем людей сми не освещает эти события хотя мы уже провели 21 митинг возле белого дома начиная с нового года мы видим эффект от нашей деятельности мы видим что с каждым днем количество людей осведомленных о важности ленд-лиза для украины растет и мы также видим движение в конгрессе мы начали работать с конгрессом и все больше представителей сенаторов интересуется этим вопросом и рассматривает возможность поддержать нас нас также заметили и в конгрессе мы не знали даже этого и нас пригласили даже некоторые группы чтобы мы с ними работали но я не хочу в детали пока что вдаваться потому самое главное наверное сейчас для украины победить эту войну а для этого надо оружие ленд-лиз дает эту возможность это закон который разрешает президенту сша предоставить все необходимую помощь и оружие для быстрой победы с минимальными потерями понятно что есть силы которые стараются препятствовать применение этого закона и это тема для наверное для целого отдельного обсуждения да вот богдан ленд-лиз это главная центровая тема она во всех ваших передачах ваших деятельность вы давно живете в сша сколько лет не спрашивал но подозреваю что достаточно давно да уже 20 лет больше немножко вот 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 а вот и вы имеете четкое представление а кто же все таки может дать украине ленд-лиз вот от каких факторов зависит окончательное бесповоротное решение вроде закон принят президентом подписан а нет ничего вот думали вы же над этим наверное да конечно и обратимся к первоисточникам и первый источник здесь конгресс сша и этот закон о ленд-лизе в первых предложениях что этот закон практически дает право президенту сша байдену заключать договора или соглашение с правительством украины для предоставления всего необходимого оружия для защиты мирного мирного населения мне мне надо переводить с английского на русский ну если мы обратимся к этому закону мы знаем что президент сша у него есть право заключать а в украины у правительства украины надо чтобы они как бы сделали запрос это двухстороннее движение если украина не будет простить давать договор подпишем или инициируем этот закон президент сша он не заинтересован по своим причинам но если не будет этого первого шага для активации ленд-лизе президент байден никогда его не будет сам инициировать так сразу вопрос а почему не было со стороны украины вот этого необходимого движения ну у нас тоже вот такой вопрос и мы в каждом нашем виде в ответах на вопросы обращаемся каждому нашему подписчикому к народу украины чтобы они давили общественно создали давление на правительство украины для того чтобы они сделали этот шаг и хотя правительство конечно известно об этом и известно президенту украины и послу и я думаю что большинству известно насколько важен этот вопрос но правительство не делает этот шаг я не могу ответить почему но можно предположить очень много разных теорий и одна из них потому что правительство украины не заинтересована в быстрой победе посмотрите что происходит на протяжении всей войны да вот наша команда вы конкретно говорите о необходимости ленд-лиза ругаем байдена да что он этого не делает а оказывается вот она в чем дело значит блогеры украинские в основном почти все убеждают что ленд-лиз не нужен на шар уже все прекрасно получается зеленский запросы не делает и у меня тем более нет ответа на этот вопрос мы вот буквально вчера начали проводить опрос среди граждан украины в поддержат они предоставление бесплатной бесплатного помощи и оружия от сша чтобы обеспечить быструю победу украины и защитить мирных граждан и практически все ответили да потому что 95 процента ответили да один процент ответили нет но здесь была такая ссылочка что я не военно обязаны я не беру учить участие в боевых действиях и три процента написали что я недостаточно зная об этом законе и меня не интересует 0 процентов мы видим очень много здесь 62 комментария и через 18 часов 10-100 голосов подавляющее число людей которые проголосовали понимают что это за закон и практически все за то чтобы украина воспользовалась этим законом и мы проводили также опрос на улицах киева мы делали живой стрим и результат примерно такой же но еще на других платформах тоже практически больше 90 процентов людей поддерживают этот закон но несмотря на это правительство почему-то не хочет даже сделать один шаг может быть тут дело чисто психологическое в непонимании вот вы очень классно написали про бесплатную помощь а вот это понимают это каждый понимает что такое бесплатно помню а что такое land lease очень многие могут и не понимать и вот наверное на этом основано отношение украинцев или нет я думаю это была такая дезинформация самого начала она вышла государственной думе от спикера этой доме и он сказал что украина будет рассчитываться поколениями за это оружие но это было во первых неправда а во вторых здесь психологическая такая такой трюк чтобы отвлечь внимание главные проблемы что украине любой ценой надо побеждать и надо оружие если бы даже это было платное оружие если бы украина получила его в достатном количестве со времени его приведение в действие этого закона уже давно война закончилась не было бы этих сотен тысяч жертв мы не знаем даже сколько не было разрушение городов не было около 6 миллионов по моему беженцев понятно что они не все вернуться назад даже после войны вот из экономический с точки зрения даже такой гуманитарной нет никаких оправданий чтобы даже если бы это оружие было платное чтобы его им этим законом не воспользоваться специально сделал вот это опрос чтобы подчеркнуть что военные практически все они за этот закон никто не написал 0 процентов что я военные беру участие в боевых действиях но я не поддерживаю вы можете убедиться если зайдете на эту страницу опросов то есть это манипуляция пропаганда и к сожалению в украине сми и блогеры почему-то стали помогать этой же пропаганде и из-за этого война еще продолжается а вот богдан вы ведь проводили серьезные расследования по вопросу лент лиза и рассказывали о том что работа по этому вопросу еще до войны началась и инициаторами и стал республиканец сенатор джон корнин или корнин как правильно но потом его инициатива была похоронена так этот закон был еще инициирован до войны сенатором джек корнин и его коллега демократом это поддержка была двухпартийная самого начала с поддержкой около 98 процентов сенаторы и конгресс представители народа американский народ поддержал украину и дал все и для того чтобы украина себя защитила защитила мирное население даже название закона было для защиты мирного населения потом они сделали несколько поправок урезали этот закон урезали его действие вот 30 сентября заканчивается его действие в первоначальном варианте не было ограничение во времени и там было вообще этот закон будет работать до победы украины шумер есть такой сенатор голова сената они урезали этот закон забрали на его первоначальные ограничили во времени убрали ответственность президента чтобы он давал отчет президент байден нарушил этот закон по дэдлайн а по-русски это будет крайний срок исполнения 60 дней понятно богдан но вот благодаря усилиям общественности ваши диаспоры в том числе далеко в непоследнюю очередь вот республиканцы же снова внесли в нижнюю палату этот вопрос о продлении действий ленд-лиза но он еще пока не рассматриваются двух партий на внесли опять сенатор 2 сенатора демократ и республиканец опять внесли хотя мы делаем все что мы можем мы работаем с конгрессом принципе нам пообещали помочь но как понятно 100 процентной гарантии нет что все это произойдет мы надеемся у нас назначены встречи и мы будем делать все что от нас зависит чтобы его продлили но самое главное чтобы им начали пользоваться ничего не препятствует для правительства украины сейчас попросить президента сша заключить этот договор или инициировать как-то закон о ленд-лизе и тогда было бы больше шансов что мы его продлим что он будет работать но пока что мы видим что правительство украины полностью на стороне ну президента байдена который не заинтересован в работе этого закона понятно я хочу процитировать одно ваше высказывание вот на мой взгляд это невозможно отделить от политики потому что как мы уже говорили упоминали не раз от финансирования будет зависеть и продолжительность этой войны и что мы к чему приходим что короткая война не нужна что ли нужна длинная война да получается так получается что у команды байдена есть свои планы и свои идеи насчет этой войны это можно было сразу понять потому что если бы действительно президент байден из его команды хотел предотвратить эту войну это было очень легко сделать если вернуться в прошлое в принципе многие могли предсказать что его президентский пост будет катастрофой для украины и для многих других стран и мы это знали и мы это предупреждали тем не менее украине считает его другом элита считая сейчас народ уже начал просыпаться начал понимать что происходит но к сожалению очень тяжелая ситуация сейчас война они не могут активно как бы высказать свое мнение с одной стороны а с другой стороны правительство украины не заинтересовано тоже получение не трудно найти оправдание с их не стороны чтобы не сделать это шаг если говорят что президент зеленский боится как бы навлечь на себя гнев он просил там за оружие но президент байден не дал на наорал на него тогда можно сделать правительством президент зеленский не не король не царь что он руководит всей правительством и всей элитой часть сознательных депутатов могли бы сделать группу инициативной обратиться правительства сша это тоже было бы действительно я думаю мы даже проявили инициативу связались журналистами которые собираются написать письмо уже буквально вот сейчас и обратиться с этой группой президенту байден сделать это публичное обращение потому что люди гибнут страна гибнет на глазах всего мира провалили первоначально свои обязанности номер один задача государства защита мирного населения безопасность и они номер один как раз исполнили зачем тогда они вот каким выводом лично вы пришли за военное время вот действие президента сша джо байдена они определяются его личной позиции или байден должен соблюдать правила какой-то большой игры в которую он хоть и важный но всего лишь один из участников вопрос очень сложный сложный потому что надо сначала понять кто такой президент байден и должен такой ну наверное надо вернуться в прошлое но это очень наверное будет долгая история но если взять сократить попробую я попробую президент байден это конечно марионетка как бы системы большой игры ну наверное вам известно и есть а вот такая статья эксклюзив слепое пятно цру кто не еще не читал журнал newsweek написал эту статью где объяснил что между президентом байденом и путином есть соглашение и они практически согласились на некоторые правила по которым они будут вести эту войну это информация со временем подтверждается мы видим задержку оружия очень много других деталей и нюансов которые описаны в этой статье и как в россии не знает россияне что путин договорился так в украине много не знает что это договор народы под влиянием пропаганды и под влиянием этих же команд путина и байдена они оказались жертвой этих этих договоров ну а президент байден он марионетка его возможности ограничены ограничены и ухудшается вне память и естественно за последние полтора года но это очень очень видно на невооруженным глазом чиновники которые стоят за ним и руководят всеми этими процессами и для большинства наверное будет сюрпризом что в сша и существует коммунистическая партия у нее примерно 5 тысяч человек членов этой партии кроме этого еще партия революции партия троцкого эти партии они взобрели новые теории марксизма где-то в 60-70 демократическая партия сша адаптировала эту теорию заменив терминологию но по сути это одно и то же байден пришел на пост президента с поддержкой коммунистической партии вот если мы зайдем на сайт белого дома мы можем в этом убедиться неотложные приоритеты администрации байдена это google перевод автоматически но на первом месте стоит ковид климат изменение климата он будет бороться что очень спорно скажем так вообще нет согласия в научной среде о том что человечество влияет значительно на на климат но тем не менее на втором месте климат на третьем месте это расовое равенство это коммунистическая идея наверно мне не стоит вам это объяснять английский это equity он даже не неправильно перевод но практически это подтверждение что вот приоритет администрации байдена совсем не соответствует даже конституции наверно сша это все диалоги понятно а в приоритетах а то что в украине происходит это на каком месте я думаю что украина его вообще не интересует как страна которую надо спасать если мы увидели хочу обратить внимание этот климат борьба с изменение климата что что он сделал придя на пост он закрыл собственную нефтяную индустрию энергоносителей он еще не вступил на на свой пост он послал команду для переговоров чтобы открыть и северный поток 2 первый же день на посту он написал 11 по моему экзекьютив исполнительных указов для того чтобы закрыть нефтяную промышленность и сенаторы сша предсказали войну в украине сразу они сказали что если мы увидим танки на улицах киева это будет вина джо байдена то есть с первых своих дней он сделал все для того чтобы наполнить бюджет россии путина потому что остановка самой большой страны которая потребляет нефть нефтяную промышленность приведет к росте на энергоносители и это приведет к наполнению бюджета даст деньги для россии это всем известно тем кто следить за этими событиями поэтому самого первого дня было ясно что пиздец байден играет с путиным свою игру во первых это вредит для экономики и сша и об этом тоже предупреждали на прибыль например сенатор тед круз что эти решения будут иметь последствия для следующих поколений американцев не говоря уже об украине это очень мощно ударило по самим соединенных штатах сша могут не только себя обеспечить нефтью энергоносителей но и майкл помпео сказал что даже весь мир благодаря новым технологиям но это все было остановлено цены на нет держаться искусственно до до этой поры если запустить нефтяную промышленность сша эту войну можно остановить без единой пули без единой помощи потому что экономика россии долго не придут не продержится без таких цен вот важной представляется позиции конкретная деятельность посла украины сша да вот константин баровой вообще выступил с заявлением что она может являться агентом кремля ну агентами мы любим назначать публичных персот при первой возможности а вот и все таки вот ваше мнение богдан по поводу действий маркаровой опять же можно вернуться к приоритетам президента байдена борьба с климатом мы первый шаг мы видим что это на руку президенту путь им путину было это борьба так званая дальше мы видим очень много других событий которые сыграли и дали дали зеленый свет для вторжения в украину об этом предупреждали очень много лидеров других стран такие действия будут на руку путину но тем не менее президент байден все это дело мы видим эту статью newsweek которая тоже подтверждает что это сговор с тайными правилами поэтому если мы говорим о последствии она работает на интересы как россии так и президента байдена команды байдена против интереса в украине она же не освещает вот эти вещи которые оба которых мы говорим это же не выдумки это же подтвержденная как информация предупреждение сенаторов сша что это случится если вот президент байден делает вот так будет война украине почему вот посол она не обращала на это внимание не предупреждала это было заранее известно много членов нашей команды предсказали что будет война если будет избран президент байден это несложно было сделать если следить за этими простыми вещами есть график рост цен на нефть в зависимости от того будет ли президент демократ или республиканец и мы можем проследить за этим графиком всегда когда ну последние десятилетия начиная от барака обама всегда после прихода на пост президента на носители начинали рост потому что они всегда борются с климатом и не имеет значения будет ли это байден или опять обама мишель будет то же самое наполняться бюджет россии поэтому посол посол абсолютно играет на на стороне байдена путина но не на не в интересах украины тем более она противодействует нашим как бы акциям ну вот вы же не единственный далеко не единственный кто высказывает такую точку зрения в отношении посла но значит офис президента президента украины не принимают никаких мер по изменению ситуации нет к сожалению они еще пробовали запугать нас есть такой сайт рада национальной безопасности вот из посольства представитель посольства украины в вашингтоне через фейсбук прислал нашу группу статью эту где практически статья повторяла это русскую дезинформацию где был проведен такой ну как бы не угроза но параллельный негатив они начали с того что сейчас очень много внимания к этому закону русских пропагандистов и вот мы видим что то есть они они этой статьей это с рады национальной безопасности украины они пытались восстановить нас там мы разобрали буквально по каждой тезе это это письмо в одном из своих видео я не буду повторяться но практически это была пропаганда и вот богдан а он не признала геноцидом действий россии в украине но слишком мало данных мониторинговые миссии он они не побывали ни в мариуполе там не в север донецке вообще много где не побывали их туда не пустили да и вот вы можете суммировать вот реакцию общественности на это событие и почему на государственном уровне от украины не последовал но может сегодня последовал я не видела внятного и исчерпывающего ответа мистерство иностранных дел дипломатия абсолютно действует не в интересах украины но маркарова это один из примеров нам присылают факты что в других странах делает то же самое чтобы помощь украины уменьшалась или поссорить страны пробует или делает какие-то выпады дипломаты абсолютно делать не не дипломатические выпады как например с илоном маском как которого посол грубо обозвал незаслуженно и даже никто потом не извинился при несмотря на то что он предоставил очень много помощи украины никто в мире действовал так как илон масле и не предоставил такой уровень помощи который он дал старлинг незаменим до сих пор и тем не менее вот посольство это посол в германии сделал такие заявления обозвал маска это сильный союзник украины который работает с пентагоном у нее у него военные программы была попытка ссоры с великобританией мы знаем с польшей израилем всегда найдется причина для ссоры но во время войны когда украина не производит собственного оружия ссориться с такими союзниками это против интересов украины поэтому вот складывается впечатление что все вместе от министерства иностранных дел делает все для того чтобы украина меньше получала помощи и это похоже на скоординированную работу для разрушения коалиции поддержки украины вот много разноплановых взаимоисключающие информации по поводу илона маска вот значит якобы он вот в крыму когда не был там покрытие вот этой зоны старлингом да он работал в пользу россии значит кирилл буданов так не считает он вину это маску не ставит может быть мы что-то не знаем вот какие-то какая-то не та информация распространяется это вопрос дезинформации и это очень обширная тема но так как 90 процента в украине наверно 99 и 9 процентов медиа и блогера подконтрольны центральному ну правительству что ли и они практически дают неполную картину что происходит в мире мы следим за информационным полем как я лично следил в россии как это происходит пропаганда началась ну заметно лет двадцать назад в россии каждый день в новостях например в то время я следил всегда была капля негатива насчет сша понятно что выросло уже не два поколе поколения до сменилось и эти эти поколения они выросли с этим мировоззрением что украина что сша это плохо это враг украина это тоже враг в украине происходили подобные явления это тоже обширная тема мы делали журналистское исследование свободная пресса закончила свое существование со времени входа фонда сороса в украину фонд сороса вошел пришел в украину за год до провозглашение независимости украины мы подняли ли канадские архивы и статьи которые были здесь с сша которые утверждают и они проводят расследование параллели и очень много данных где говорят везде куда уходил ссора заканчивая свободная пресса поэтому с одной стороны мы виним журналистам с другой стороны мы должны понимать что этот процесс начался так давно что для нового поколения практически так как и в россии он произошел незаметно они потеряли полную картину всех событий которые происходят в мире этим пользуются эти медиа и журналисты и а они интерпретируют свои как бы события в мире однобоко с точки зрения или сороса или демпартии сша чтобы понять надо надо посмотреть что они цитируют только одни источники cnn там или другие то есть источники из который контролируется корпоративно-демократическими силами команды президента байдена и они не стороны а если мы сформировалась такое видение мира и они уже просто не в состоянии как-то выйти вот из этих храмов и я почему-то уверена многие из них считают что они даже и не врут что они искренне вот доносят то что оно есть да или именно так но именно для этого и был создан этот наш канал диаспоровей потому что мы видим что половину информации или искажено или вообще не поступает и но если вы проверите любое наше видео на канале включая этот в описании под каждым в нашем видео вы найдете первоисточники это документы из конгресса сша интервью официальных представителей сша законодателей ведущих телеканалов сша статьи издательств которые имеют многолетнюю репутацию из других нескольких даже проверенных источников и сравните видео на этих каналов даже украинских или пропагандистов швеца например указывает ли они на первоисточники информации но если он швец например интерпретирует ну возьмем же тот же ленд-лиз почему ни разу он не продемонстрировал этот закон потому что его очень легко разоблачить что он говорит неправду если мы посмотрим на закон и как он интерпретирует это будет сразу понятно следовательно а студ отсутствие первоисточники это по крайней мере манипуляции и это все делается намеренно с целью скрыть правду вот вернитесь к разговорам швеца или других пропагандистов часто это пропаганда их совпадает с российской и вы как мы уже знаем может добавим там швец они могли же могли бы рассмотреться этот закон даже чиновники украинские делает то же самое они они или ссылаются на закрытые источники информации или анонимные другие надежные источники и следовательно если мы слышим вот такие утверждения они лгут и манипулируют самый первый признак манипуляции а мы напротив указом источники под нашим видео каждый может прочитать и убедиться целом маскам происходит точно вот такой же процесс как и сленбизом то есть полки информации больше большая половина неизвестно для для жителей украины россии и поэтому рассматривать отдельные вот этот пример с атакой там дронов на на крым я может коснуться если это вы считаете это важно ну сначала так же как мы говорили о джо байдене кто он такой надо узнать наверное кто илон маск то он такой для того чтобы из собственного опыта мне кажется самый лучший способ узнать человека если с ним провести интервью напрямую первоисточный надеемся когда-нибудь будет но пока что нет но вот если илон маск дело что-то плохое почему вот например послу или журналистам украины не обратиться к первоисточник почему они опять же обращаются к cnn который рупор белого дома почему они обращаются к другим статьям которые интерпретировали ложно его действия и ложно его мотивы потому что они манипулируют и лгу я не скажу что илон маск полностью идеален и он делает ошибки конечно ошибается по отношению украине во многих вопросах но встречной как бы шага чтобы к нему чтобы сотрудничеству никто не делает наоборот старается поссорить так как в израиле поссорит страны так как больше были попытки британии все союзные все самые сильные союзники украины поддаются каким-то воздействиям или ссоры или дискриментации для того чтобы они больше не помогали ну захочет или илон маск помогать когда его грубо обозвал посол очень долго долгий разговор получился илон маск человек который смотрит на на войну в украине с точки зрения вообще всего человечества его же планы например колонизировать марс он и воплощает в жизни уже испытывает корабль для того чтобы сохранить человечество он смотрит на войну в украине как бы угрозу всей всему человечеству но тем не менее он стал на сторону украины самого начала чтобы его понять надо послушать его живьем есть интервью записанные например есть блогер джо роган может вы слышали сожалению но есть много переводом но я бы я просто делюсь своим опытом чтобы понять что делает илон маск надо послушать интервью длинные джо рогана он номер один блогер в мире самое больше в него просмотра и у него интервью происходит на протяжении трех часов в среднем три часа за это время он пытается раскрыть человека что это за человек что им двигает его мотивы его стремление как какие у него планы в жизни он несколько интервью провел по три часа и если человек врет то за три часа вы можно увидеть что не будет истории то что он рассказывает не будет постоянства где-то его поймает на на его лжи не был очень интересен илон маски я просмотрел несколько вот таких интервью по три часа по два часа тогда можно понять что это за человек как я сказал он смотрит с точки зрения сохраним всего человечества поэтому рассматривать вот этот случай детально не не смотрел что там произошло но там несоответствие и вы имеете ввиду эту последнюю операцию там сказали что во время проведения операции илон маск отключил старлинг но если это была секретная операция как илон маск мог знать что это вот сейчас производится секретная операция он именно в этот момент отключил он вообще не включал не включал сервис на крым и не включал сервис на определенные там районы насколько я знаю ну это как скажем как вот событие в польше в израиле они стараются поссорить союзников украины которая помогает украине не стоя что иностранные дела работает против интересов украины маркарова этому яркий пример понимаете и они делают все чтобы илон маск не помогал им в его случае они используют cnn который ссылается на анонимные источники они ссылаются не на 1 источник не на илона маска опять на другие источники которые интерпретировали его действия почему не взять у илона маска интервью он очень азыча человек и он бы все объяснил вот на чем основаны заявление владимира зеленского что война может закончиться очень скоро даже раньше чем это нам представляется но опять же вернемся к этой статье newsweek мне кажется владимир зеленский через белый дом если он сотрудничает с джо байденом который сотрудничает с путиным у них определенные договорю договоренности определенные планы и по-другому это объяснить никак нельзя мне кажется кто для вас дональд трамп величайший нет рук украины приходом возвращением которого в белый дом ну пугают просто вот байден о вернее трамп придет и все украине конец капец он друг путина или что-то другое кто такой сейчас одну секундочку но чтобы понять трампа то же самое что с илон маска надо обратиться к первого источником то есть послушать его что он говорит не то что in print интерпретирует cnn швец может добавим все остальные а напрямую почему не обратиться украинским журналистам напрямую президенту трампу и взять у него интервью это первоисточник спросите у него зачем интерпретировать и делать какие-то предположения что он противник украины что он сделает для украины нам надо вернуться к предыдущему вашему вопросу когда вы спрашивали журналистам и если мы знаем что идут манипуляции на пользу демократической партии сша многие журналисты даже не понимает потому что это цензура это правило возникло еще со времен кучми когда сорос практически помог ему прийти власти то есть выросли поколения с этим мировоззрением которые не понимают что есть другая информация которая не поступает в украину и они опираются не на факты не на первоисточники она эти источники cnn или другие и у них сложилось вот такое мировоззрение которое противоречит действительности для того чтобы понять что происходит надо всегда обращаться к первоисточникам и в украине ни разу никто не взял интервью в трампа за столько времени а чтобы понять кто такой трамп наверное лучше обратиться к таким фактам в восемнадцатом году президент дуда приехал трампу дональду трампу и попросил у него создать постоянную базу военную в польши переместить туда постоянно постоянной основе военнослужащих сша что было и сделано президент дуда честь дональда трампа назвал эту базу форт трамп никто об этом не вспоминает это было восемнадцатый кажется год и это же нато перед продвижение нато к границам россии россия тогда очень недовольна была угрожала и так далее но президент дуда спокойно сказал что я не знаю в истории ни одного случая когда когда бы россия напала на страну где есть база нато игнорировал эти угрозы после этого было заключено еще соглашение на f-35 самолеты которые даже турция не имеет член нато в польше уже начали поступать и дональд трамп дал еще патриот для польши второй срок дуда дуду при избрали поляки второй раз потому что он хороший президент но называл дональда трампа другом на второй срок по моему без виза он договориться с америка за безвиз дональдом трампа не каждая страна евросоюза имеет эту привилегию плюс было еще по они по беспилотникам тоже у них эскадрилья была перемещена ну вот эти факты пять вещей сделал фортрамп f-35 патриот польша получила из полотники эскадрилью и без виз украинские сми блогеры все говорят что он друг путина как друг путина мог дать все польше для ее защиты мы сразу понимаем я думаю что это убедительные я думаю доводы вам привезли богдан скорое окончание войны на каких условиях как может закончиться война если не будет линдиза активирована и не будет увеличение помощи то практически украина полной зависимости от демократических партии сша и команды джо байдена мы видим что как и крым был отдан при его участии мы делали видео поэтому практически было указание не сопротивляться так и эта война закончится в этом случае подобным образом или будет продолжаться до той поры пока не сменится президент сша единственный способ это общественное давление как с украины так и в сша диаспоры всех друзей украины на администрации байдена для того что он чтобы он начал использовать линдиз для этого все есть есть оружие которое уже было произведено ничего не надо дополнительно украине надо сделать шаг правительству для того чтобы заключить договор или условия уговор как 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 угодно или произойдет что-то кардинальное в россии в кремле но я бы на это не надеялся понятно на все воля божья но надо рассчитывать и на наихудший вариант если будет лучше это хорошо конечно я хотел бы призвать всех диспарян и друзей украины присоединиться к нашему митингу 17 сентября мы будем собираться в час дня напротив белого дома для того чтобы требовать у президента байдена разблокировать ленд-лиз для украины все кто может пожалуйста прийти в вашингтон и мы будем проводить прямой эфир если захотите можете сказать несколько слов а также если вы не можете приехать мы проводим подобную акцию в твиттере во всех соц сетях но twitter на самая популярная платформа среди политиков сша и украинских политиков и где не надо никакого разрешения чтобы любой человек обратился к ним и мы это делаем каждый день вы можете также как и на наших митингах чтобы привлечь внимание общественности избирателей обращаться к президенту байдену зеленскому к любому политику для того чтобы они начали использовать ленд-лиз разблокировали ленд-лиз поэтому присоединяйтесь пожалуйста и вместе мы сможем это сделать только если мы все объединимся и будем делать это вместе и немедленно спасибо большое я думаю вас услышат многие на этом наше интервью произошло под подошло к концу а богдан я очень благодарна потому что очень информативное очень качественное доступное поданное а у вас талант вот именно вот такого оратора знаете я с большим удовольствием слушала ваши ответы а слушайте напоминаю что значит богдан боровец он один из организаторов украинской диаспоры сша и блогер канала диаспора спасибо вам добрые слова и слава украине героем слава